Новое пространство «Точка кипения», где открылся деловой форум, появилось в одном из зданий университета на проспекте Ленина, на месте чайной ложки и парижанки. Теперь здесь будет горячо не только от кофе и чая, но и от количества новых идей. Они должны помочь в развитии экономики Карелии. Здесь будут собираться бизнесмены, эксперты и общественники, чтобы генерировать и воплощать идеи в жизнь. Подробности у Юлии Кучеренко. В Петрозаводске нашли «Точку кипения». Так называется пространство для коллективной работы, лекций, дискуссий и мастер-классов. Формат разработало агентство стратегических инициатив. Петрозаводск – четвертая точка кипения на карте России после Москвы, Санкт-Петербурга и Иванова. Безусловно, ключевыми являются сегодня вызовы, подготовка кадров для будущей экономики, внедрение лучших социально-экономических практик, точки роста Карелии. На открытии Петрозаводский госуниверситет представили гостям, как первый в России ВОЗ, подключенный к интернету. Именно здесь участники будут формировать бизнес-идеи, обсуждать идеи стартапов и дорожные карты для их воплощения. Здесь ничего не было. Здесь было пусто. Все помещения, которые вы видели, там было пусто. Там раньше были два кафе, но арендаторы ушли, они больше года пустовали. И мы долго думали, что там сделать. И оказалось, что не надо ничего придумывать. Идея пришла со стороны. Лучшие проекты, отобранные агентством стратегических инициатив для демонстрации в Петрозаводске, тоже со стороны. Так Павел Фролов из Санкт-Петербурга представляет проект «Робба». Его участники открывают инженерные и инновационные классы в обычных школах. Нажимать на кнопки в готовых программах – это не главное. Необходимо вырастить архитекторов новых технологий. Мы считаем, что закончили учить ребенка, когда он способен пойти в магазин, купить там россыпью детали, самостоятельно изготовить плату печатную, самостоятельно ее распаять. Потом лазером на 3D-принтере изготовить корпусные детали, механические части, собрать готовое устройство едина, его запрограммировать, протестировать, улучшить по результатам тестирования и дальше сдать своему наставнику, готового мобильного робота, цифровую лабораторию, 3D-принтер и станок в числовом программном управлении. Всего в 2016 году 56 проектов получили поддержку агентства стратегических инициатив. Карельские участники привели в пример и местные проекты. Так тренажеры предпринимателя Маркелова предлагают в качестве идеи, которую можно тиражировать. На площадке «Точка кипения» стало жарко в буквальном смысле. От большого количества гостей, бизнесменов, чиновников и студентов. И от большого количества идей, с которыми они пришли сюда. Нам обещают, что идеи, которые будут обсуждать и реализовывать в «Точке кипения», изменят жизнь в Карелии. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова